Немецкая овчарка – одна из самых популярных пород собак в мире. Эта универсальная порода служит в армии, помогает на таможне, выполняет различные задачи для множества разных спецслужб, и даже в кинематографе именно немецкие овчарки являются самыми частыми и популярными актерами. В различных детективах именно немецкие овчарки помогают по сюжету распутывать различные преступления. Но чем же вызвана такая популярность этой породы? Действительно ли они так смышлены и сообразительны, какими их показывают на экране? В этом видео как раз и попробуем разобраться. Несложно догадаться, что первый щенок этой породы появился на территории Германии. Далекие предки немецкой овчарки впервые были описаны в летописях 7 века. Это была просто пастушья собака на территории одного из немецких княжеств. Она не имела много общего с современной породой, и это все же была не та собака, в которой бы можно было узнать привычную сегодня немецкую овчарку. Если говорить о собаке в ее современном виде, то стоит углубиться не так далеко в историю, а именно в конец 19 века. Немецкий заводчик Макс Фридрих фон Штефанитц, студент Берлинского ветеринарного колледжа, был очень озабочен выводом новой породы, которая стала бы суперменом среди пастушьих собак. Собака должна была быть умной, очень послушной и достаточно крепкой и спортивной, чтобы управляться с овцами. В процессе выведения породы использовались пастушьи собаки Центральной и Южной Германии. Первый кобель по кличке Грайф был показан на Ганноверской выставке в 1882 году, а позже после получения признания именно он был внесен в заглавие «Общие родословные породы» и от него стартует привычный сегодня внешний вид немецкой овчарки. Овчарка изначально должна была выполнять свою главную рабочую функцию. То есть хорошо пасти овец, она должна была быть быстрой, сильной и умной. Собака должна была чувствовать опасность, а также понимать своего пастуха, что делало выпас более эффективным. Именно такой и получилась новая порода. Немецкие овчарки, кстати, входят в первую тройку самых интеллектуальных собак мира. В начале 19 века активно начало развиваться производство, количество скота для выпаса сокращалось, и овчарки вполне могли бы остаться без работы, если бы не их очаровательный характер. В 20 веке им было найдено новое применение. Благодаря тому, что овчарка отлично поддается дрессуре, да и сама порода хорошо и быстро развивается путем упорных тренировок и дальнейшей селекции, заводчикам удалось сделать собаку еще более выносливой, сильной и склонной к дрессуре. Это и положило основу профессиональной переориентации. Овчарки начали служить в армии и полиции. Во время Второй мировой войны овчарки работали саперами, почтальонами, курьерами и связистами. Немаловажную роль играли и специально обученные собаки-санитары. Они выходили на поле сражения со специальным медицинским набором, по запаху крови находили раненых, чтобы сам боец или товарищи рядом могли оказать первую помощь. Пожалуй, самой знаменитой овчаркой, прошедшей войну, стал пёс по кличке Джульбарс. Из всех собак, принимавших участие в Великой Отечественной войне, только пёс овчарка Джульбарс был награждён медалью за боевые заслуги. Он обнаружил около 7500 мин и более 150 снарядов. Сохранение могилы Тараса Шевченко и Владимирского собора в Киеве – это его заслуга. Кроме этого, Джульбарс участвовал в разминировании дворцов Праги и Вены. Надпись на стене «Мин нет проверено Джульбарсом» являлась гарантией качества проделанной работы. Заключительным аккордом Великой Отечественной войны стал состоявшийся 24 июня 1945 года легендарный Парад Победы. Среди многих участников этого знаменательного события была и Центральная школа военного собаководства. Все собаки были специально отобраны для участия в параде. Все имели богатый послужной список. В этих рядах должен был идти и прославленный Миноискатель Джульбарс. Однако самостоятельно принимать участие в торжественном шествии в составе школы военных собак он не мог, так как незадолго до окончания войны был ранен и еще не оправился от полученных травм. Начальник школы собаководства генерал-майор Григорий Медведев передал эти сведения заведовавшему парадом маршалу Константину Рокоссовскому. Он в свою очередь известил Иосифа Сталина, который распорядился нести раненое животное по Красной площади на руках, что и было сделано. Героическую собаку с забинтованными лапами и гордо вскинутой мордой нес командир 37-го отделения батальона разминирования майор Александр Мазовер. К счастью, пес сумел оправиться от ранений и даже стал кинозвездой. Он снялся в известном фильме по роману Джека Лондона «Белый клык». Множество немецких овчарок принимало участие во Второй мировой войне на различных фронтах. После войны порода почти исчезла. Огромное количество овчарок погибло в сражениях. А заводчикам было некогда заниматься качественным разведением. Породу пришлось возрождать почти из пепла. А разделение Германии привело к тому, что собаки возрождались по разным стандартам. Так и появилось несколько подвидов породы. Главная особенность породы – это верность и безоговорочное послушание. Овчарки очень преданные, поэтому им лучше иметь одного хозяина. Они очень тяжело переживают смену или смерть хозяина. Такая верность делает собаку более склонной для четкого выполнения заданий. Немецкие овчарки – отличные сторожа и охранники. Они психологически устойчивы и не истеричны в новых для них ситуациях. Но не стоит забывать, что все заложенные в породе положительные качества раскрываются только при должной дрессировке. Нельзя ставлять щенка без дрессировки, полагаясь лишь на природные таланты. Обычно будущим хозяевам советуют в обязательном порядке проходить курсы собачьей подготовки с инструктором, даже если собака никогда не будет участвовать в соревнованиях. Овчарка генетически нацелена защищать свое, и если не проработать этот момент в самом детстве, то возможность вырастить агрессивного к чужим людям пса сильно повышается. По стандарту окрас немецкой овчарки может быть довольно разным – серым, рыжим, коричневым или черным. В процессе развития породы и формирования стандарта белый цвет был исключен как дефектный. То есть белые овчарки теряли баллы. За океаном в США и Канаде заводчики наоборот целенаправленно выводили белую овчарку. Так в 60-е годы 20 века появился белый кобель по кличке Лоба. Его привезли в Швейцарию и продолжили разведение, положив начало новой породы белой швейцарской овчарки. Как уже говорилось, немецкие овчарки – самые популярные актеры в кино среди множества других пород. Пожалуй, только немецкой овчарке можно поручить главную роль, вокруг которой строится весь сюжет. Как в случае, например, с сериалом «Комиссар Рекс». Но еще задолго до «Комиссара Рекса» был пескин актер, у которого есть даже звезда на Аллее Славы. И ему приписывают даже спасение компании Warner Brothers от банкротства. Но обо всем по порядку. Во время Первой мировой войны американский капрал Ли Дункан подобрал на развалинах дома во Франции щенка немецкой овчарки. Еще до войны он хотел заниматься в Америке разведением собак породы немецкой овчарка, но война изменила его планы. Найденного щенка он назвал Рин Тин Тин, и пес влился в ряды армии. Рин Тин Тин до окончания войны помогал связистам. И Дункан заметил, что пес очень сообразительный и хорошо поддается дрессировке. После войны Дункан увез пса к себе на родину в Калифорнию. В Америке Рин Тин Тин принимал участие во многих собачьих выставках и соревнованиях. И на одной из таких выставок он поразил всех, когда с легкостью преодолел барьер более 3,5 метров в высоту. После этого кинопродюсер Чарльз Джонс предложил Дункану снять фильм о Рин Тин Тинни. Фильм получил название Райенти, а пес получил свой первый гонорар в размере 350 долларов. В 1922 году Дункан оказался в нужное время и в нужном месте. Молодая в то время компания Warner Brothers терпела убытки и была на грани закрытия. На киностудии пытались снять сцену с участием Волка, который ну никак не хотел подчиняться требованиям режиссера. Дункан предложил на роль Волка Рин Тин Тина, и в результате фильм под названием Человек с адской реки, в котором снялся Рин Тин Тин, имел большой успех. А пес-актер стал сенсацией и героем, который помог компании Warner Brothers занять достойное место в Голливуде и спастись от банкротства. Далее последовала звездная карьера. Пес снялся в 26 фильмах и даже заслужил звезду на Аллее славы в Голливуде. Рин Тин Тин был очень популярен. Его изображение было на открытках и значках. Выпускались игрушки и фигурки Рин Тин Тина. Он был героем комиксов, а поклонники присылали ему тысячи писем в день. Рин Тин Тин даже сам подписывал контракты, оставляя на официальной бумаге отпечаток лапы. Дункан очень любил пса, он совершенно не стремился к личной славе и относился к овчарке как к лучшему другу. После смерти Рин Тин Тина в 1932 году у Дункана остался Рин Тин Тин 2, а затем и Рин Тин Тин 3, потомки звездного пса. Во время Второй мировой войны Ли Дункан занял пост главного инструктора по подготовке боевых псов для армии США. В 1950-х годах два потомка звездного пса сыграли в сериале приключения Рин Тин Тина. Еще одна овчарка по кличке Пальма стала известна на весь мир благодаря своей преданности хозяину. На эту историю сняли одноименный фильм. Овчарка по кличке Пальма стала известна благодаря душесчипательной истории, похожей на историю Хатико. Эта история произошла в СССР в 1976 году. Шла посадка на самолет Ил-18, отлетающий куда-то на север. Люди суетливо семенили за дежурной, спеша первыми сесть на тихие места в хвосте. Лишь один пассажир не торопился. Он пропускал всех, потому что летел с собакой. Аэродромные техники, свидетели этой истории, утверждали, что у человека на собаку билет был. Но овчарку в самолет не пустили. Не оказалось справки от врача. Человек доказывал что-то, уговаривал, не уговорил. Тогда во Внуково он обнял пса, снял ошейник, а сам поднялся по трапу. Овчарка, решив, что ее выпустили погулять, оббежала самолет. А когда вернулась на место, трап был убран. Она стояла и смотрела на закрытую дверь. Потом побежала по полосе за гудящим илом. Она бежала за ним сколько могла. А после собака осталась на пустой взлетной полосе и стала ждать. Вскоре во Внуковском аэропорту пассажиры, исходящие с трапа, стали замечать внизу овчарку, пристально наблюдающую за спускающимися людьми. Многие думали, что это просто служебная собака, работающая в аэропорту. Эта собака встречала каждый Ил-18. А во время ожидания жила под вагончиком на летном поле. Спустя год собака по-прежнему встречала каждый самолет. Уже все пилоты знали эту историю. Многие хотели взять пса себе. Но собака никому не подходила близко. Подружилась только с одним техником, но и с ним далеко не шла. Видимо, боялась пропустить очередной самолет. Эту историю напечатали в газете, в надежде, что хозяин, которого ждет собака, найдется. Но он так и не вышел на связь. Каждый пилот уже был готов взять пса на свой борт и доставить хозяину. Но тот, видимо, побоялся осуждений от людей и не решился объявить о себе. Когда история получила огласку в газетах, в редакцию посыпались мешки писем. Читатели наперебой просили отдать им собаку. В итоге Пальму, так стали называть собаку-работники Внукова. Забрала в Киев доцент пединститута Вера Котляревская. К моменту, когда женщина с помощью аэродромных служащих добралась до Пальмы, собака была напугана чрезмерным вниманием и сочувствующих и ретивых специалистов по отлову беспризорных животных. Нужно было преодолеть настороженность собаки и завоевать ее доверие. Дело было сложное. Котляревская проводила с Пальмой дни от зари до зари, проявляя терпение и такт. Настал их совместный день вылета. Овчарки дали снотворное и внесли в самолет. Первое время Пальма чувствовала себя неуютно в новом киевском жилище, но постепенно стала приживаться. Позднее Пальма подарила приютившей ее семье Котляревских трех щенков. Немецкие овчарки еще и популярны потому, что являются поистине универсальной породой. Они отлично чувствуют себя в городской квартире и также хорошо могут жить во дворе загородного дома. Главная особенность этой породы в том, что она очень хорошо поддается дрессировке. Быстро запоминает команды. Выучив их однажды, собака понимает, что от нее хотят даже после длительной паузы в тренировках. Немецкие овчарки имеют сдержанный характер в играх с детьми в своей семье. Правильно воспитанный пес не позволит себе огрызнуться, даже если ребенок ведет себя слишком назойливо. Ну и конечно же немецкие овчарки являются непревзойденными защитниками. Ярости немецкой овчарки хватит на банду грабителей, а ласки для всех членов семьи. Эта порода очень активная, ей требуются повышенные физические нагрузки. Поэтому если собака живет в вольере, то рекомендуется выпускать побегать ее по участку. Идеальный вариант это двойной забор, между которым собака будет патрулировать участок по периметру и не зайдет на клумбы или грядки, когда это не нужно. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Ваша поддержка в виде лайков очень важна для нас, так что самое время нажать эту кнопку. Также пишите в комментариях, какая порода у вас, какие породы нравятся больше всего и о каких породах вы хотите увидеть новые выпуски. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. И взгляните, что мы еще подготовили для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok